Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с вестями Республики у Марти Киев. Коротко о некоторых темах. В Карачаево-Черкесии сняты все коронавирусные ограничения. Вопросы подготовки жилищно-коммунального комплекса Республики к работе в зимний период обсудили в республиканской столице. В рамках реализации нового туристического проекта «Кавказ-Гран-Туризма» утверждены единые стандарты кавказского гостеприимства. И Владислав Пащенко из Черкеска представит Карачаево-Черкесию в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» в Артеке. Далее об этих и других темах подробнее. Вопросы подготовки жилищно-коммунального комплекса Республики к работе в зимний период обсудили в республиканской столице под руководством председателя правительства Республики Мурата Аргунова. Представители ресурсоснабжающих организаций и главы районов доложили о готовности жилищно-коммунального комплекса. Премьер-министр Республики поручил улучшить качество и контроль за выполнением всех работ согласно плану для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных объектов инженерной и социальной инфраструктуры. В Доме правительства Республики обсудили государственные меры поддержки бизнеса в части контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Обсуждался вопрос информированности бизнес-сообщества о моратории на проверке и способы подачи жалоб на нарушение моратория. Комментирует информацию заместитель министра экономического развития Республики Расул Узденов. Основной момент, касаемый моратория, в принципе и раньше были моратории на проверке, но данные очень существенно отличаются. Он в первую очередь связан с тем существенным санкционным давлением, которое оказывается сейчас на российскую экономику. И он для этого и выработан. И он начал действовать с 10 марта этого года. И ожидаемый результат от введения моратория – значительное снижение административной нагрузки на бизнес. Была уже практика введения подобных мораториев. Нынешний, который введен этим восстановлением 336-м, он отличается достаточно существенно, потому что от проверок освобождены практически все. То есть, если ранее это был только мелкий бизнес, мелкие предприятия, сейчас это и крупный бизнес, и средний. То есть, охвачены все. Еще важный тезис в контексте – это запрет и внеплановых проверок. То есть, раньше мораторий касался только плановых проверок. Сейчас, за редким исключением, внеплановые проверки тоже запрещены. В сентябре этого года по всей России, в том числе и в Карачаево-Черкесии, пройдут выборы. На этот раз нашим землякам предстоит избрать депутатов городские думы Черкесска и Карачаевска, а также определить состав представительного органа власти Абазинского района и еще 39 поселений республики. На прошлой неделе при Общественной палате республики возобновил свою работу региональный общественный штаб наблюдения за выборами. Об этом расскажет председатель избирательной комиссии региона Лариса Абазалиева. Центр общественного наблюдения стал местом, где все желающие могли наблюдать за выборами. Для этого не надо было быть представителем какой-то политической партии или кандидата. Это стало место, где журналисты могли своевременно и объективно получать информацию. Место, где сосредоточены были эксперты, юристы, люди, которые профессионально разбираются в нюансах избирательного права. Последние 3-4 кампании опыт наш показывает, что если своевременно вот эти ситуации разбирать, то нет повода ни для жалоб, ни для судебных исков. Поэтому мы максимально открыты и идем на диалог и с кандидатами, и с партиями, и с избирателями, поскольку зачастую результат жалобы и судебные споры – это результат скорее недопонимания и вовремя неустраненных ситуаций, чем какие-то кардинальные противоречия во взглядах или чья-то злая воля. В рамках реализации нового туристического проекта «Кавказ-Гран-Туризма» утверждены единые стандарты кавказского гостеприимства. Подписи под документами поставили представители органов исполнительной власти в сфере туризма – Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополе, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Сети и Адыгеи. Документ является результатом совместной работы регионов СКФО и Адыгеи, направленной на повышение уровня сервиса и качества услуг, оказываемых индустрией гостеприимства макрорегиона. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики и транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам. И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенецкие транспорта по номеру телефона 28328. В Карачаево-Черкесии, как и в стране в целом, сняты все коронавирусные ограничения, включая масочный режим. Сейчас в ковидном отделении Черкесской городской больницы лечатся три пациента, рекордный минимум для региона. Однако не стоит забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации. В республике продолжают работать 14 пунктов вакцинации, где можно привиться, в том числе в выходной день, а маломобильные граждане могут воспользоваться услугами мобильных бригад. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов продолжаются работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Шкакон в Малакарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия ввод в размере более 1 млрд рублей. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева. В Малакарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Шкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления – 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений и проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. А в рамках столетия республики в регионе пройдут различные мероприятия. В частности, в августе текущего года пройдет фестиваль народного творчества «Мы вместе». Кроме того, под звездным небом Архыза соберутся артисты из разных уголков нашей страны и порадуют слушателей классической музыкой. В московском Кремле состоится торжественный концерт, а в Черкесске запланировано масштабное историческое шоу. Министр культуры Карачаева Черкесии Зурапа Гирба в ходе прямой интернет-трансляции анонсировал список мероприятий, которые состоятся в ближайшие три месяца в рамках празднования столетия нашей республики. И задача у нас ровно такая, чтобы каждый народ, а у нас их основообразующих пять, мог продемонстрировать и собрать воедино культуру свою, хореографическую, вокальную, культуру народно-художественных промыслов, ремесел, традиции. Конечно же, все это мы постараемся сопроводить с кулинарией. И вот такой вот фестиваль культуры каждого из народов, чтобы выезжал условно в районы в гости друг к другу. Лучшие творческие силы Карачаевой Черкесии вовсю готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца Карачаевой Черкесии «Эльбрус» готовит особую программу, которая в сентябре будет представлена на главной сцене страны в Кривлевском дворце. Об этом рассказал художественный руководитель ансамбля Исмаил Байрамколов. Врали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый. У нас номер есть, суета танцевальная, карачаевский народный танец «Обезовик». Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей республики. Для всех желающих шагнуть в мир цифровизации на портале Госуслуг создан проект «Цифровые профессии». Для жителей России старше 16 лет доступно порядка 100 курсов. От аналитики до дизайна и программирования, а также искусственный интеллект. Чтобы записаться на курс на сайте проекта profidigital.gosuslugi.ru, выберите интересующую вас программу и заполните заявку. Государство может взять на себя до 100% стоимости курса в зависимости от льготной категории гражданина. По итогам обучения можно получить как квалификацию программиста, так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании IT-команд. Комментирует информацию первого заместителя министра цифрового развития Энвер Кипкеев. Если судить по органам исполнительной власти, по муниципалитетам Карачао-Черкесской республики, в каждом органе власти и в муниципалитете есть человек, который ответственен за цифровое развитие. Этот человек, уровень на сегодняшний день заместителя, руководителя органов власти или муниципалитета, проходит обучение при поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации на различных образовательных площадках. Это Иннополис, это Ранхикс и ряд других. То есть стоит понимать, что цифровое развитие, цифра на сегодняшний день, какое-то ведущее такое положение занимает. Коль в каждом ведомстве определен человек, который ведет и курирует данную деятельность. У нас в республике очень востребованы ребята с цифровыми профессиями, это IT-шники, программисты. И я с уверенностью могу сказать, что ребята, у которых есть отличные результаты в этой деятельности, они всегда найдут себе работу. Вперед с 15 июля по 4 августа в рамках восьмой смены Международного детского центра «Артек» состоится финал всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором примут участие около 700 школьников. 300 победителей «Большой перемены» смогут отправиться в путешествие по России на поезде «Большой перемены». В список финалистов конкурса от Карачаева-Черкесии вошел Владислав Пащенко, учащийся 17-й гимназии Черкеска. За пять месяцев этого года в Карачаево-Черкесии зарегистрировано около 260 преступлений, связанных с хищением денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Часть этих преступлений раскрыты, и потерпевшие могут возместить ущерб всеми законными способами. А есть и случаи, когда жители проявили бдительность, и злоумышленники не достигли своих целей. Комментирует информацию представитель МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. «Помните, сотрудники банка никогда не просят у клиента данные карты и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки карты. Если это произошло, свяжитесь с вашим банком, контактные телефоны которого всегда имеются на обороте карты. Никому, ни при каких обстоятельствах не следует называть трехзначный код на обратной стороне карты одновременно с паролем, который приходит в СМС-сообщении. Никогда не следует писать пин-код карты на поверхности самой банковской карты. Не перечисляйте деньги авансом незнакомцам, а также не предоставляйте непроверенным людям свои персональные данные и реквизиты банковских карт для якобы зачисления платежа». В Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике, в котором приняли участие 800 спортсменов. Нашу республику представили Эдуард Горбузов, Виталий Третьяков и Снежана Сухина. В упорной борьбе Виталий Третьяков вышел в финал в беге на 100 и 200 метров. Эдуард Горбузов в беге на 400 метров с барьерами также установил личный рекорд и завоевал серебряную медаль. А Снежана Сухина, пройдя квалификацию, вышла в финальную часть соревнований в толкании ядра и метании диска. В обоих дисциплинах заняла 10 место. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до плюс 23. В Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 31 градуса. Концентрация высокой пожароопасности. Днем 6 июля в северной части Карачаева Черкесии ожидается местами высокая пожароопасность 4 класса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Мартикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.